Ну, в принципе, на мою семью не сильно повлияли санкции, что касается, например, продуктовой корзины. В общем-то, теперь я поняла, что, в принципе, наверное, в основном российские продукты покупал, что касается различных молочных продуктов, которые мои дети едят. Ну, если там говорить о каких-то сырах разве что, да, ну, понятно, но скоро наши производители тоже подстроятся под эту ситуацию. Конечно, понятно, что пармезан — это не пармезан, но это малая, скажем так, толика из... В общем, не страдаю, не страдаю, какие антикризисные рецепты. Ну, вот лично от вас антикризисные рецепты какие-нибудь... Три антикризисных рецепта. Как справиться с кризисом обычным людям? Вы имеете в виду, что с подорожанием и со всеми... Ну, вот есть кризис, да, вот есть обычные люди, которые столкнулись с этим кризисом. Что делать-то, как бороться, как с минимальными потерями для себя выходить из этого или справляться с этим? Люди по-разному справляются. Кто-то меняет свою продуктовую корзину, да, кто-то там вычеркивает из своего рациона какие-то там излишества. Там, вот сейчас ехала в машине на радио... Какое это радио? Москва-ФМ или что-то на очень умном радио, да, вот рассказывали, как люди с этим справляются. Вот, оказывается, большинство людей убрали из своего рациона чипсы и шоколадки и дорогой алкоголь. Кто-то стал, например, покупать более здоровую пищу, потому что, например, если там колбаса стоит столько-то, подорожала, да, ну, колбаса вредная, а столько же стоит мясо. И стали выбирать мясо. Польза получается, да. Кто-то просто справляется так, что больше денег вкладывает. Дороже жизнь стала. Как справляется, каждый сам, наверное, свою семью подстраивает. Многие люди перестали ходить там, меньше стали ходить в рестораны, больше стали устраивать дома каких-то посиделок. Вот так.